Всем привет! Вы на канале МКэп. Это довольно странное для меня приветствие, потому что это видео также необычное. Спонтанность. Именно так можно назвать это видео. Итак, о чем же идет речь? В этом видео я должна была распаковывать посылку от канала МДЖМ. А это была посылка, в которой был мой приз за победу во фотоконкурсе. Так вот, на месте этого видео должно было быть видео, которое я сняла еще внимание. Несколько месяцев назад. В середине января. Да, а сегодня 1 января. Что-то тут не так, да? В общем, дело в том, что я выиграла в конкурсе. Второй раз это я уже повторяю. Ситуация вам еще не прояснится. Итак, я думаю, что нужно начать с самого начала. Где-то в конце декабря, даже, наверное, в середине, я зашла в ВКонтакте, просто эту поленту, и мне попалась запись из официальной группы МДЖМ. МДЖМ это такой довольно популярный с кукольником канал про кукол, который ведет замечательная Марина. Вот, я этот канал смотрю еще с самого детства. Именно благодаря МДЖМ появился мой первый канал. Кто не знает, это уже мой второй канал. Первый канал назывался Нитка Монстряшка. И благодаря Марине я так снимала в куколах, но это была просто неудачная попытка, поэтому сейчас выдаю второй в моем канале. Вот, и я очень любила смотреть этот канал, впрочем-то, как и сейчас, но, с сожалению, видимо, потому что у Марине есть чудесная дочка и чудесный сыночек, и они у нее довольно уже взрослые, и им надо много времени уделять. В общем, Марина сейчас не снимает видео на свой канал, но я очень хочу, чтобы она продолжила это, потому что ее видео радует многих. Это суперский канал. У Марины довольно интересное всегда видео. В общем, следует в том, что я очень люблю смотреть этот канал, и у Марины есть также официальная группа ВКонтакте, как раз-таки по этому каналу, как и у многих других блогеров, и Марина там проводит иногда конкурсы. Раньше, конечно, было чаще, но сейчас тоже она проводит иногда конкурсы. Я всегда участвую, почти всегда во всех конкурсах этого канала. Я участвовала также, если... Я знаю, что Марина смотрит это видео. Если вы помните, я также участвовала в видеоконкурсах. По-моему, я участвовала в двух конкурсах. Это как я провела лето 1 и как я провела лето 2. Сейчас, секундочку. Дело в том, что я могла участвовать в других конкурсах, но узнала я о канале гораздо позже. Поэтому я участвовала в этих конкурсах. Видео... Это были неудачные попытки, сразу скажу. Еще тогда мой был старый канал, Климка Матряжка. Ну и, конечно, я участвовала в фотоконкурсах, во всяких журналах. Ну, так у нее назывались на конкурсе, типа журналам GM Mart и так далее. Так что я никогда не пропускала ее конкурсы, очень ждала их. И в этот раз я пролистывала свою ленту и увидела запись о конкурсе. Я такая, да не, наверное, не буду участвовать. Интересный конкурс, хорошая идея, но, наверное, не буду участвовать. Как-то нет времени, возможности, т.д. И пролистала. Спустя несколько, наверное, недельку или, может быть, две, я опять наткнулась на эту запись. Был уже конец декабря. Скоро уже должен был быть Новый год. Конкурс был фото про... В общем, задача этого конкурса была повторить какой-то кадр или фрагмент из любого сериала, кино, мультфильма на новогоднюю или ротистинскую тематику. В моей голове я сразу вспомнила мой любимый сериал «Держись, Чарли». Обожаю дискинский сериал прямо в онлайн. И у этого сериала есть также полуметражный фильм и как раз «Держись, Чарли, Рождество». И я сразу вспомнила этот офигенский фильм, который я обожаю смотреть, так же, как и канал «Мариши». И я что-то тоже думала, думала и всё-таки решила поучаствовать. Довольно спонтанно, так же, как и это видео. Буквально за два дня, во-первых, идея мне сразу была в голове. Я сразу нашла фрагмент, который мне хотелось повторить. Сразу нашла куклу. У меня был фильм о семейке Вульфов. Вот. И сразу я нашла и костюм, и слепила, и сделала фон. Сразу скажу, было множество каких-то помех этому фото, но я всё-таки его сделала. В тот момент в фотоальбоме было довольно мало фотографий, и обычно в конкурсах Марины было... Ну, в каждом альбоме конкурса было довольно очень много фотографий, и было довольно трудно получить много лайков. А первый тур, так сказать, это было нужно получить как можно больше лайков. И там, по-моему, десятка работ, у которых наибольшее количество лайков, они как раз попадали в голосование, в котором потом уже выбирались три места. Довольно было трудно получить много лайков, так как была работа у Ульма просто. И когда человек обычно заходит в альбом, он просматривает, я не знаю, ну, максимум первые пятьдесят фотографий, да? То есть если ты выкладываешь фотографии намного позднее, то есть она и намного дальше находится, мало шансов, что к тебя кто-то найдёт минуту, время и не поленится, пролистает и найдёт твою фотографию. Мне повезло, фотографий было не так много, поэтому мою фотографию в любом случае увидели, меня это подбодрило. Я делала фотографию. Изначально я хотела её выложить уже после Нового года, хотела сфотографировать на новый телефон, так как мне на Новый год подарили новый телефон, который я сейчас снимаю. Но всё-таки немножко кое-что изменилось, я сфотографировала на маме телефон и выложила до Нового года. Это большой плюс, потому что моя фотография гораздо дольше продержалась в альбоме, соответственно, было гораздо больше времени, чтобы поставить ей лайки. Вот. Я сделала фотографии, выложила, каждый следил за лайками, меня очень радовало, что она набирала лайки. Были некоторые неприятные моменты, когда меня стали менять в накрутке. На самом деле я не накручивала, мне это не нужно было совершенно. В каждом, на самом деле, конкурсе, видео на конкурс первом, когда Марина, в общем, объявляет о конкурсе, в этом конкурсном первом видео, в котором она как раз об этом рассказывает, она всегда говорит, что она всегда замечает накрутку и удаляет такие работы. И... Я, на самом деле, ничему не накручивала, я просто просила своих друзей зайти на этот... в этот альбом и, если бы, пролайкать её. Мне, на самом деле, было очень приятно. Сразу скажу, если бы моим друзьям не понравилась моя работа, они бы сразу сказали, типа, ну, типа, Аня, это не очень, я не буду ставить лайк. Но все мне писали именно хорошие какие-то комментарии. Мои друзья, когда я им писала об этом конкурсе, они говорят, да, реально классная работа, я тебе поставил лайк и поддержу. Мне было, на самом деле, очень приятно за время этого конкурса. Я поняла, что у меня реально есть классные друзья, которые меня всегда поддержат. Вот. И я не... В правилах нигде не было сказано, что, типа, это нельзя делать. Вот. Но, когда уже моя работа попала как раз-таки в голосование, нашла девочка, которая стала меня обвинять на крупки и говорит, что я не имею права своих друзей просить голосовать. На самом деле, в правилах нигде не было это сказано. Если не ошибаюсь, Марина в каждом своём конкурсе говорила, что все, пускай они узнают о конкурсе, тоже будут участвовать, тоже вам помогать, поддерживать. Я не считаю, что в этом у меня что-то плохое. Я не держу ни на кого обиду. Также были там ряд тоже других, не совсем приятных моментов, когда тоже эта девочка, довольно, кстати, уже срослая, делала не очень приятные мне вещи, писала неприятные комментарии, говорила, что её оскорбляют мои друзья, что я в этом виновата. В общем, давайте сразу берём этот неприятный момент и сразу я уже скажу после того, как закончился конкурс. Итак, я очень ждала того дня, когда закончилось голосование, и я узнаю победителей. Я, если честно, то я всегда никогда не надеялась на свою победу, типа такая, ну, вот когда я была ещё более-менее такая, во втором, там, третьем классе, сейчас как раз в конкурсах видео, я такая все время, да, сто процентов я выиграю, вот такая вот я была самоверенная, ну, это были попытки кого-то. В этот раз я была ни капельки не такая, вот, не уверена в своей победе, но когда уже был последний день, я понимала, что вот, я, скорее всего, стану победителем, я не верила в это, и как только были объявлены результаты, я очень-очень-очень обрадовалась, сразу написала комментарий о том, что спасибо, Марина, за этот конкурс. Также сразу же обрадовалась всех своих друзей, которые помогали мне, спасибо вам ещё раз, вы у меня самые лучшие. И давайте уже, я чувствую, что будет очень долго, так что предлагаю вам сразу поставить на паузу, заварить чайку и продолжить смотреть. Итак, в общем, со мной связалась Марина, сказала всё про призы, что выслала всё это, с её стороны организация была просто на высшем уровне, и она попросила меня снять видео, как раз, которое я сейчас снимаю, ещё снимала ещё давно-давно. В общем, да, и я сразу согласилась, но не сказала я о том, что у меня пока нет канала, на самом деле, у меня давно было бы нужно создать новый, и мне как минимум нужно было снять одно видео, это 52 факсов у меня, и я планировала в следующем как раз собереть видео про конкурс. Я сняла вид... Во-первых, посылка пришла очень быстро, на самом деле, я не всегда верю каким-то конкурсам, о том, что есть реальные призы, но по поводу конкурса именно от NGEM я никогда не сомневалась, что это всё чисто правда. Как видите, я убедилась в своём личном опыте, это всё правда, все призы пришли, всё на высшем уровне, спасибо большое. Вот, пришла очень быстро посылка, также мне был дан номер посылки, чтобы я её отслеживала, всё было отлично. Сразу, как только она пришла, мне стало очень, типа, волнительно и стыдно, то, что я очень нескоро была уже в виде, я это сама понимала, потому что пока я это всё сниму, пока я это всё смонтирую, тем более времени у меня свободного, поскольку это был учебный год, было очень и очень крайне мало, только на выходные всё это могла я делать, сняла, смонтировала, появилась другая проблема, у меня нет первого видео, пока я сняла первое видео, смонтировала, всё ок, выложила. Не знаю, почему у меня уже было смонтировано на тот момент видео про конкурс, но почему-то я после того, как выложила первое видео, не сразу, такая типовая, попозже немножко, выложила про МГМ, уже на тот момент прошло довольно много времени, я такая, блин, как я вместо меня перед Мариной, что я до сих пор не выложила видео, я такая, боже мой, и, ну, постоянно вспоминала об этом, такая, ну, как же я плохо поступаю, что, как бы, я не сообщаю Марине о том, что, типа, всё будет позже, и просто, ну, я не знаю, насколько это задержится, поэтому, мне было, короче, слыдно, поэтому ничего. Какая же проблема возникла? Дело в том, что на тот момент я монтировала в обычном Кайдмайстер, ну, короче, это не важно, в общем, я, как только смотрела, у меня есть готовое видео, я могу удалить все фрагменты, то есть, я жутко расстроилась, я такая, боже мой, что делать? Так, дальше уже просто нашла, достала такая пара, что я такая, типа, просто, такая, ё-моё, всё, я больше ничего не буду делать, знаете, наверное, у многих такое было, чтобы, например, делать какую-то презентацию, вкладывать в свою душу, такие, о боже мой, как классно получается, тут она не сохранилась, то есть, переделывать её уже, как бы, нет вообще желания, потом я нашла на диске, что, оказывается, у меня есть эти фрагменты, но, понимаете, я, короче, не захотелось заново это всё монтировать, тем более, что была не очень красивая картинка, помехи, т.д. и т.п., поэтому я решила написать для вас новое видео, кстати, я в той же майке, что и была на видео прошлому, на прошлой попытке, так сказать, в общем, наконец-то я снимаю это видео, я хочу сказать, не бойтесь, не бойтесь себя пробовать, обязательно участвуйте в конкурсах, это реально классно, всё, это большой жизненный опыт, вот, да, бывают и не очень положительные моменты, но это не главное, главное пробовать себя, и если вы участвуете в конкурсе «Атнджем», это всё, просто на высшем пилотаже, всё, с большим позитивом, призы придут точно, так что ничего не бойтесь, обязательно участвуйте в подобных конкурсах, я рассказала вам мою историю, даже большую часть, и то, как я это создавала, и то, какие эмоции испытывала, какие реакции там от других были, про свою историю с попыткой снять это видео, в общем, в этом видео было очень много всего, кроме призов самих, я думаю, вам жутко интересно, поэтому сейчас я вам обязательно их покажу, так, вкратце, на самом деле всё реально классное, и спасибо большое, как вы видите, призов было довольно много, все они безумно классные, я ещё не все сюда положила, там ещё была в комплекте карточка от MGM, классная цепочка, и перчатки, которые у меня сейчас убраны в шкафу вместе с зимними вещами, вот такой вот браслетик был, который мне очень нравится, он он в цветах Monster High, ещё были вот такие вот фиолетовые и бирюзовые штучки, которые я понимаю, что это, пожалуйста, напишите в комментариях, что это, вот такой вот гробик для записочек, вот, также был классный, замечательный флажочек Monster High Lover с автографом Марина, это мой пегровый автограф, спасибо ещё раз, передаю опять-таки привет Марине, ленточки Monster High Lover, в которой было три пары, помада от Mary Kay, которая мне очень нравится и идёт, я её активно использую на выступлениях, спасибо, тут вы прямо угадали, также я напоминаю про эти штучки, которые, не знаю, что это такое, пожалуйста, напишите в комментариях, Марина, и кто знает, и вот такая вот книжечка вечеринка монстров, которая очень интересна внутри. А для тех моих зрителей, кто вообще не знал про всю эту историю с конкурсом, про то, почему у меня не было на канале целых месяцев, 3, а может быть даже 4, я возвращаюсь, я думаю, это, наверное, классная новость, кстати, там была подушечка, сольки за лишние звуки, так вот, я возвращаюсь, и теперь буду выпускать видео каждую неделю, возможно, даже когда-то будет чаще, у меня уже смонтировано для вас парочку роликов, скорее всего, буду выпускать их в пятницу, каждый ролик, но вы напишите комментарии, как бы вы хотели, какое расписание вам удобно, я прислушаюсь каждому минию, теперь у меня будет новый баннер, новое вообще оформление канала интро, аутро, все будет классно, будет хороший звук, хорошая картинка, все будет на высшем уровне, так что я думаю вы оцените, так что я возвращаюсь, и всем пока-пока!